МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На первом канале вечерние новости. С вами Андрей Ухарев. САРМАТ. Самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения цели. Испытания на полигоне Плесец прошли успешно. О результатах доложено президенту. Коридоры закрылись. Никто так и не вышел. Наша Минобороны вновь давала шанс нацистам ВСУ и наемникам сохранить жизни. Но те упорствуют. А всего за два дня оружие в Мариуполе сложили лишь 5 человек. Другого выбора не было. Нам пришлось смешаться. О причинах спецоперации Владимир Путин говорил на заседании наблюдательного совета платформы Россия. Страна возможностей, участников которой президент предложил привлекать к решению конкретных задач на местах. Обновленная стратегия действий в рамках ВТО. Подготовить ее поручил глава государства, поскольку незаконные санкции в отношении российских металлургов идут вразрез с принципами организаций, которые так защищали на Западе. За раскрытие правды обещинствах американских военных по всему миру остаток жизни он может провести в тюрьме. Лондонский суд все-таки решил экстрадировать в штаты Джулиана Ассанджа. Итак, вначале новость, пришедшая незадолго до нашего выпуска. Россия испытала новейшее оружие, самую мощную в мире ракету с максимальной дальностью поражения целей. Речь идет о Сармате. Запуск состоялся из космодрома Плесецк в Архангельской области. Задачи выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты вплоть до попадания в заданный район на Камчатке. Об успешном испытании уже доложено президенту. Сергей Кожеледович, пожалуйста, прошу вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, на первом государственном испытательном космодроме в Архангельской области завершена подготовка к проведению первого летного испытания ракетного комплекса Сармат. Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране. Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса, кто внёс свой интеллектуальный вклад в решение поставленной задачи, кто воплотил идеи учёных и конструкторов на практике. Большое спасибо. Особо подчеркну, что при создании Сармата использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение ракетных войск стратегического назначения. Хочу ещё раз поздравить вас и поблагодарить за самоотверженный труд. Желаю вам новых свершений во имя нашей Родины. Что хочется добавить. Сармат – самая мощная ракета в мире. Дальность поражения тоже вне конкуренции. При этом снаряд может менять траекторию полёта и преодолевать любые системы ПВО. По сравнению с предшественниками, у Сармата, как заявили в Минобороны, радикально расширен диапазон боевого применения. Ракета значительно усилит наш ядерный потенциал. Россия, столкнувшись с незаконными санкциями Запада против наших металлургических компаний, пересмотрит свою стратегию действий во Всемирной торговой организации. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на совещании по развитию металлургии. Позиция Европы, сказал президент, вряд ли изменится, но у отрасли огромный потенциал, и мы будем активнее развивать внутренний спрос. Строительство, инфраструктуры, жилья, промышленных предприятий, везде нужен металл. И надо запускать долгосрочные проекты, такие, которые дадут эффект для всей нашей экономики и в конечном итоге позитивно отразятся на качестве жизни россиян. Что же касается ВТО, Владимир Путин поручил уже к лету подготовить обновлённый план действий. За последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения со стороны западного государства. Мы знаем об этом. Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее. Подчеркну, эти меры идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги. В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов. А также подготовить обновлённую стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. И прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года. Владимир Путин подчеркнул, наша металлургия занимает ведущие позиции в мире и сотрудничество с Россией в этой сфере выгодно для зарубежных покупателей. Российские производители металлов уже перестраивают логистические цепочки, находят новых партнёров. А вот интересы европейского бизнеса страдают из-за недальновидности те, кто вводит санкции в угоду политическим целям. Президент предупредил о грядущем росте цен на металл, что неизбежно повлечёт за собой другие негативные последствия для экономик западных стран. Перечёркнуты связи, которые нарабатывались годами. Базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность. Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической вере евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону. Очевидно, что такая грубая, недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы. Приведёт к резкому росту стоимости металлов на их рынках. И мы это уже наблюдаем. Значит, пойдёт вверх и инфляция, снизится благополучие европейских потребителей, рядовых граждан. Такова цена принятых решений. Уже говорил, нет оснований полагать, что поведение наших партнёров принципиально изменится. И мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии, как на корпоративном уровне, так и на уровне государства. В том числе, с учётом новых тенденций, нужно вносить изменения в структуру производства и поставок российской металлургической продукции. Теперь Мариуполь. Сегодня днём вновь были открыты гуманитарные коридоры из Азовстали, где засели нацисты ВСУ и иностранные наёмники. Российская Минобороны предлагает им сложить оружие, гарантируя жизнь, безопасность и медицинскую помощь. С 14 до 16, как и накануне, наши военные ждали вместе с медиками. Но никто не вышел. А всего за два дня лишь пять человек воспользовались возможностью покинуть территорию комбината. На месте событий работает Дмитрий Толмачёв. Его репортаж мы получили только что. Дворами в Мариуполе передвигаемся. Межный завод должен встать. Передвигаться нужно такими перебежками. На автомобиле невозможно. Направляемся к месту гуманитарного коридора. Сейчас стихнет бой. Настанет время тишины и посмотрим, выйдет ли сегодня кто-нибудь. Всего коридоров два. Для них, как правило, выбирают широкие улицы, ведущие к заводу. Это один из них. Уже прошел час после объявления гуманитарного коридора и режима тишины. Но постоянно тут-тут-там вдалеке мы слышим звуки стрелкового боя. Есть информация, что боевики, засевшие на заводе «Азовсталь», воспользовались временным затишием для того, чтобы перегруппироваться. Сегодня многие горожане сами подходили к военным и просили их вывезти из города. Пока по двум гуманитарным коридорам, объявленным сегодня с двух до четырех часов дня, никто не вышел. Но воспользовались случаем тишиной жители Мариуполя, которые хотели, но не могли выехать куда-нибудь из города, у которых не осталось жилья. Для них сейчас Минобороны России подогнало несколько автобусов. И сейчас людей будут вывозить, кто куда хочет, на территорию Украины и передавать украинским властям, либо на территорию России. Трогательные кадры. Родители прощаются с детьми. Племянница. Все мамы и все провожают. Трудное решение принимали. Уезжать, оставаться. Они молодые, им надо жить. У нас ни света, ни воды, ни учебы, ничего нет. Всю жизнь тут жила, все, работала. Пенсию получила, квартиру. Куда я поеду? Дочь уезжает, потому что надо к сыну ехать, к внуку. Не знаю, с какой жизнью осталось. Ровно в 16 часов, когда стало понятно, что гуманитарными коридорами сегодня никто из украинских военных не воспользовался, операция по освобождению Мариуполя продолжилась. Дмитрий Тумачев, Юрий Шоумов, Андрей Морозов, Ярослав Зорин. Первый канал. Мариуполь. Наша Минобороны продолжает рассказывать и показывать, как проходит спецоперация по защите Донбасса. Российские войска, как уже не раз подчеркивалось, не бьют по мирным жителям, а наносят удары по объектам ВСУ исключительно высокоточным оружием. К таким, безусловно, относится и современный береговой ракетный комплекс «БАЛ». Вообще-то он предназначен для защиты от нападения со стороны моря, но с тем же успехом может работать и по наземным целям. На видео, которое распространилось в Минобороны, комплекс Черноморского побережья наносит удары по объектам инфраструктуры ВСУ. Поочередный старт сразу четырех крылатых ракет. Добавлю, что минувшей ночью только ракетные войска и артиллерия атаковали больше тысячи целей. Уничтожены десятки пунктов управления, склады горюче-смазочных материалов, сотни опорных пунктов и мест скопления живой силы ВСУ. Начать военную операцию на Украине Россию вынудила трагедия в Донбассе жителям, которого последние восемь лет было очень тяжело из-за постоянных бомбежек, ударов артиллерии и боевых действий. Об этом сегодня говорил Владимир Путин, отвечая на вопрос школьницы, которая из Луганска семьей переехала в Севастополь. Теперь 12-летняя Диана вместе с другими ребятами из Большой Перемены участвует в акции поддержки детей Донбасса. А сама Большая Перемена лишь один из множества проектов, организованных на базе платформы «Россия. Страна возможностей». В заседании наблюдательного совета этой организации сегодня принял участие президент. Павел Краснов наблюдал. В словах «Россия. Страна возможностей» не только название президентской платформы, но и ее девиз. Идея, которую уже взяли на вооружение несколько миллионов человек. Те, кому эта организация помогла добиться успеха. «Россия. Страна возможностей» — это 26 конкурсов и проектов, объединяющих людей самых разных возрастов и профессий. У нас 4 года уже работает эта структура. За это время сотни тысяч, миллионы людей приняли участие, так или иначе, в этой работе. Это оказалось очень востребованным, интересным делом и очень полезным. Новые проекты, новые идеи, которые без всякого привлечения оказались весьма востребованными. Сотнями тысяч наших граждан. Один из них — 12-летняя Диана из Севастополя. Два года подряд принимающая участие в конкурсе для школьников под названием «Большая перемена». Восемь лет назад я вместе с мамой и старшим братом уехала из города детства, из моего Луганска. Потому что там началась война, и оставаться было очень опасно. Мне не было и пяти лет. Я очень боялась летящих самолетов и взрывов. Знаете, я до сих пор не люблю воздушные шарики, потому что они громко взрываются. Помню, как ужасно вылась сирена, и люди начинали бежать. Тогда я не понимала, что происходит, и просто было страшно. Теперь вместе со сверстниками Диана помогает другим детям, которым, как и ей, пришлось покинуть Донбасс, найти новых друзей, привыкнуть к школе и начать новую жизнь вдали от малой родины. Ты сказала, что в твоей жизни за восемь лет многое изменилось, когда ты уехала из Луганска, да? К сожалению, и в Луганске, и в Луганской народной республике тоже очень многое изменилось за эти годы, но в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия. И, конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь людей в Крыму, в Севастополе, это очевидно. Но именно трагедия, которая происходила на Донбассе, и в том числе в Луганской народной республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Именно прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь людям, проживающим на Донбассе, нашим людям, проживающим на Донбассе, таким, как ты. И мы будем действовать последовательно и добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, и она будет меняться к лучшему, так же, как это происходило с тобой в твоей жизни в Севастополе. Я верю, что благодаря России наступит мир. Так и будет. Помощь Донбассу объединила тысячи добровольцев со всей страны. Среди них и волонтеры движения «Мы вместе». Это те, кто во время пандемии оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Сейчас мы системно помогаем так же всем территориям Донбасса и не прекращаем нашу деятельность ни на одну минуту. К нам в штаб ежедневно обращаются множество коллег, волонтеров, и они приходят уже с решением какого-то готового проекта с ответом на какой-то вызов. Например, совсем недавно к нам обратились волонтеры культуры, которые прибежали к нам, такие всполошенные, говорят, вот вы знаете, мы были в одном пункте временного размещения, заметили, что не хватает педагогов для детей, не хватает воспитателей. Вот мы организовали волонтерские корпусы и готовы открыть детские комнаты, заниматься по 6 часов в день программами с детками. И таких инициатив, которые приходят к нам от граждан, множество. Мы как движение «Мы вместе», как никто, чувствуем поддержку представителей бизнеса, партнеров и простых граждан. Спасибо, что мы вместе. Мы вам должны сказать спасибо, что вы являетесь инициатором такого движения. Вы знаете, мы часто говорим про нашу страну, про Россию, говорим, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Для малого бизнеса Россия сейчас становится страной больших возможностей. Иностранные компании уходят, освобождая место для тех, кто хочет его занять. Молодой предприниматель из Уфы рассказал о своем проекте в области быстрого питания. В основе у нас лежит домашняя лепешка Костыбы, которую мы готовим по рецептам наших бабушек. И добавляем уже туда современные начинки. И мы используем только преимущественно локальные продукты, потому что это проще, это выгоднее, и самое главное, это вкусно. И я мечтаю, чтобы о нашей национальной кухне знали не только на Урале, но и в России, да и в МИИ, ну в целом. Что могу сказать? Многие заявляют о том, что они уходят с нашего рынка, но не уходят. Да, я забираю. Да, да, да. Поэтому, если они будут уходить, то действительно, действительно, возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на сто процентов уверен в том, что замещение, замещение иностранных здесь собственников и производителей приведёт к повышению качества обслуживания наших граждан. На сто процентов уверен. Но в любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности, потому что это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована нашими гражданами, причём всем, естественно, кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день. Поэтому организация вашей работы чрезвычайно важна. Что касается национальных кухон России, это ведь тоже действительно, я не шучу, это тоже часть культуры. Это очень интересно и вкусно. Ещё одна сфера, где открывается окно возможностей, информационные технологии. Тем более у России здесь большой кадровый потенциал. Один из участников встречи, 11-летний Саша, в своём возрасте уже освоил 10 языков программирования. Я много участвую в олимпиадах со старшеклассниками и нередко выигрываю. Но если я хочу сделать какой-нибудь более крупный проект, у меня возникают сложности. Например, я могу написать код, но не могу красиво оформить игру, потому что я не дизайнер. И с командой тоже всё непросто. Старшеклассники не берут меня, потому что я слишком маленький. Или слишком умный, боятся тебя. Да, или слишком умный. Найти команду юному программисту удалось прямо на встрече. Его пригласил к себе IT-предприниматель, один из тех, на кого государство сейчас возлагает надежды. Мы видим, что государство видит перспективность в IT-направлении, развивает это приятно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы не остались ещё его внимания индивидуальные предприниматели, потому что сейчас они не могут получить эту поддержку. В IT-сфере, я имею в виду, и самозанятые тоже. Спасибо. Вам спасибо за то, что вы делаете, и за эти предложения. Обязательно посмотрю. Спасибо большое. Наша цель – создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. И во всех других сферах, где Россия была, и остаётся странной возможностей. Павел Краснов, Анна Заякина, Денис Воронцов, Первый канал. Активнее переходить на расчёты в национальных валютах и развивать торговлю по всем направлениям, призвал Михаил Мишустин, премьера Армении Никола Пушиняна. Сегодня второй день его официального визита в Москву. В центре внимания новая экономическая программа сотрудничества. Впрочем, отношения уже успешно развиваются. Только в прошлом году, несмотря на пандемию, государство увеличили товарооборот на 13%. В условиях незаконных санкций со стороны недружеских государств в отношении России, конечно, важно активнее использовать национальные валюты в двухсторонней торговле, развивать производственную кооперацию, открывать новые возможности для расширения взаимной торговли по всем направлениям. Приняты нами в формате Евразийского экономического союза решения о, в частности, снижении ввозных таможенных пошлин на сырьё, продовольствие, комплектующее, обеспечить устойчивое развитие единого рынка в интересах бизнеса и потребителей государств всей пятёрки. Россия является основным торгово-экономическим партнёром для Республики Армении. Объём нашей взаимоторговли растёт. И ещё и в рамках Евразийского экономического союза мы эффективно сотрудничаем. И в области энергетики у нас уже довольно-таки богатый опыт. Суд в Лондоне сегодня постановил экстрадировать в США Джулиана Асанджа. Вашингтон давно за ним охотится. Основателю Викиликс штаты не могут простить громкие разоблачения обещанствах американцев в Ираке, Афганистане и тайных тюрьмах ЦРУ. В случае выдачи Асанджу грозит 175 лет заключения. Впрочем, решение ещё может быть оспорено, но есть ли шанс у основателя Викиликс избежать экстрадиции? Тимур Сиразиев искал ответ у здания суда. Сегодня они проиграли сражение. Сторонники основателя Викиликс пришли к суду с плакатами журналистика «Непреступление» и «Покойся с миром, британское правосудие». Один из активистов надел арестантскую робу и мешок на голову. По его мнению, так в США выглядит преступник, которого ведут на смертную казнь. В Америке она не просто разрешена. В 2021-м в Штатах казнили 11 человек. Такая же участь теперь грозит и Джулиану Асанджу, считают правозащитники и активисты. Он настоящий герой. Он олицетворяет свободу и независимую прессу. О боже, если мы не сможем защитить эти ценности и наши права, то когда-нибудь покончат и с нами. Это не суд справедливости. Это суд несправедливости. Всем нам стыдно, что это случилось. Создатель Викиликс принимал участие в заседании по видеосвязи из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш. Его держат там три года, вопреки призывам врачей изменить условия содержания. Здоровье Асанджа уже давно вызывает серьезные опасения. До тюрьмы, спасаясь от британских властей, он семь лет жил в добровольном заточении в посольстве Эквадора в Лондоне. Недавно перенес микроинсульт. В январе прошлого года этот же Вестминстерский суд Лондона запретил экстрадицию Асанджа. Причиной стало плохое состояние здоровья обвиняемого. У него диагностировали аутизм и депрессию. Судья посчитал, что в американской тюрьме основатель Викиликс может совершить самоубийство. Однако США подали апелляцию и выиграли дело. На этом основании суд и выписал ордер на экстрадицию. Теперь его должна подписать министр внутренних дел Британии Притти Паттель. Жизнь Джулиана Асанджа в руках Притти Паттель и Бориса Джонсона. Они должны принять правильное решение. У них есть возможность остановить все это, спасти человеку жизнь и прекратить атаку на свободу слова. Это благодаря ему мир узнал о грязных секретах американского правительства и военных. Таких как пытки в тайных тюрьмах ЦРУ, убийства в Афганистане и Ираке. Именно Викиликс обвинил армию США в расстреле мирных жителей и репортеров в Ираке. В США предъявили Асанджу обвинение по закону о шпионаже. Еще никогда с момента принятия этого закона в 1917 году по нему не преследовали журналистов. Более того, создатель Викиликс не состоял в Штатах на госслужбе, присягу не приносил и даже не был гражданином США. Это дело всегда было политически мотивированным, а сейчас оно на 100% политическое. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить издевательство над Асанджем и прекратить его мучения. Американцы смогли убедить суд в том, что в тюрьме с Асанджем будут обращаться гуманно. Точно так же США уверяли британцев в апреле 2019-го, когда журналисты силой выволокли из посольства Эквадора, что ему грозит максимум 5 лет тюрьмы. Вместо этого в запросе об экстрадиции указаны 18 статей, за которые Асанджем грозит. 175 лет тюрьмы. У Британии нет обязательств экстрадировать Джулиана в США. Королевство не должно допустить экстрадиции. Борис Джонсон и Притти Паттель не должны выдавать Джулиану страну, которая планировала убить его. Шансов на то, что власти Британии спасут Асанджа от экстрадиции, почти нет, говорят эксперты. Ведь этот процесс без поддержки Лондона даже не начался бы. Еще в 2018 году британское правительство гарантировало президенту Эквадора, что Асанджа никогда не экстрадирует в страну, где его жизнь будет в опасности. Позже о своих обещаниях политики просто забыли. Симур Сиразиев, Дмитрий Волков, Григорий Емельянов, Первый канал, Лондон. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. А информационный канал на Первом продолжает программа «Время покажет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова